Прикоснуться к будущему легко, особенно если ваша техника оснащена технологией Smart SimQ. Давайте же посмотрим, какие приборы представлены в линейке умного дома компании LG Electronics. Начнем с премиум-сегмента LG Signature. В Украину его не довезут, но посмотреть нужно. LG Signature. Все начинало с четырех продуктов. Холодильник, телевизор, очиститель воздуха и стиральная машина. В этом году компания расширила линейку. Говоря о дизайне, его можно описать тремя словами. Стиль, минимализм, лаконичность. Никаких сложностей в дизайне. Ручек, рамок и стыков. Управление интуитивно понятное. А еще передовые технологии и экспертное мастерство. Как сказали на презентации, дизайн простой, так как простота всегда вне конкуренции. Теперь вернемся к умному дому. Начнем снова-таки с холодильников. На этот раз линейка под названием LG InstaView Door Indoor. Это те холодильники, создавая которые точно думали о своих покупателях. Волнует свежесть продуктов? Пожалуйста, держите технологию Freshness. Хотите меньше платить за электроэнергию? Инверторный компрессор уменьшит ее потребление на 32%. Нужно больше места для продуктов? Получите, распишитесь, уменьшили стенки. Хотите увидеть, не закончилась ли еда? Держите технологию InstaView. А еще стеклянная дверь, дважды постучав в которую, получаешь доступ к содержимому. Датчик, который знает о твоем приближении и сам открывает тебе дверь. Удобно, кстати, когда ты на диете и в руках полным-полно еды. И думаешь, что бы еще такого диетического взять? А взять-то есть откуда. Для этих дел придумали двойные двери. Эти отделения предназначены для продуктов, которые нужны чаще всего. Соусы, молоко, нарезки. Но в каждом доме этот набор продуктов свой. Очевидное преимущество такого решения – экономия энергии. За счет того, что вы открываете только часть холодильника, компрессору не нужно работать над тем, чтобы охлаждать большой объем после каждого открытия. Да и продукты дольше остаются свежими за счет того, что здесь два потока воздуха. В остальном холодильник сохранил все свои характеристики и важные функции. Будь то складная полка, гигиенический фильтр и технологии DoorCooling или Neocooling. В случае с первой технологией речь идет о дополнительном воздуходуве – верхней части холодильника. Он равномерно обдувает не только продукты, которые размещены ближе к стенкам, но и те, которые уютненько обитают на двери холодильника. За счет этого и охлаждение происходит на 32% быстрее. А вот линия Cooling следит за тем, чтобы отклонение от заданной пользователем температуры не превышало плюс-минус полградуса. Для того, чтобы продукты дольше оставались свежими – как раз то, что нужно. Ах да, чуть не забыла. Подсветка. Ее усовершенствовали. При том, что она стала ярче, чем в предыдущих моделях, никакого дискомфорта для глаз нет. Скорее наоборот. Подсветка даже приятная. А еще теперь даже без смартфона можно узнать, какая температура воздуха на улице и сколько стоит та или иная техника на розеточке. Например, холодильники. Особого внимания заслуживают очистители воздуха LG. Это непривычный нам белый прямоугольник. Нет. Это настоящее произведение искусства с шестью уровнями фильтрации, которое способно распылять очищенный воздух на 7,5 метров и имеет 4 режима индикации. Конечно же, не обошлось и без технологии SmartCinQ, с которой всегда можно узнать состояние воздуха, задать любую программу из любой точки земли и запустить самодиагностику. А для чистоты полов у LG есть вот такой вот красавчик робот-пылесос. Дизайн лаконичный, без излишеств. Мощность всасывания и забора мусора как на гладком полу, так и на ковре идеальна. А сам пылесос не теряется в доме и не врезается в стенки. Он выстраивает маршрут и отправляется в бой с мусором. Сюда же в категорию умного дома можно отнести и микроволновую печь Neoshef, и стиральные машинки Twin Wash, и стайлер, и кондиционер. Но поскольку они представлены на украинском рынке и в розеточке в том числе, то рассказываем о них отдельно. Холодильники LG InstaView Door Indoor также представлены, но их не так уж и много, поэтому рассказали о них в этом ролике. Да, пока умный дом в Украине реализован частично, но это не значит, что его не будет никогда. Так что LG мы ждем!